Слово употребление волшебными напитками, мы как раз таки об этом и поговорили и приняли решение, мы пришли к консенсусу понимания. Как? Ну решение? То есть я предложил несколько вариантов, а единственный вариант, который Юля сказал, что он поможет, потому что я знаю, что так было и в моей жизни, это учиться себя контролировать на данный момент. Все хорошо, решили вопрос, закрыли вопрос, закрыли вопрос. Нет, это вопрос невозможно закрыть, знаешь почему? Потому что твоя мама, три твоей бывшей жены, а теперь еще и Юля, говорят, что ты не умеешь пить. И друзья. Мы с Юлей, грубо говоря, там говорили, что мы более, я буду готов бороться, я готов с этим работать. Я сюда приехал по поляну, я ей говорю о том, что ради того, чтобы ты стала моей женой, я готов полностью отказаться от алкоголя. Все, я понимаю, что это не одного дня работы, но почему-то именно сейчас, приехав на поляну, Юля просто кардинально изменилась, хотя по сути ничего не изменилось с того момента, когда это все произошло. Проблема не алкоголя. Я пообъясню, почему он приходит к алкоголю. Почему? Он такой человек, он все понимает близко к сердцу, у него маленькая какая-нибудь проблема, он просто ходит загруженный с утра до вечера, он это все накручивает, наматывает, он с таким вот, не знаю, серьезным, тяжелым каменным лицом, в угол, ходит, 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 ходит. Потом, шлеп, ништяк. Вот ему это состояние необходимо. Ну да, некоторые, может, это решение проблем, тю. Да, и поэтому он, если в течение дня он там, в течение дня не пил, и в конце вечера он по-любому выпьет, потому что вот за весь день у него произошло еще очень радость. Я смотрю, может быть, тем мотиватором, ради которого, вот ради тебя, чтобы он перестал это делать, и мы пришли к свадьбе, у меня тут, кстати, ресторан забронирован, сорвалась свадьба. А, может быть, успеем еще. Я всегда верю в лучшее. Вот, на самом деле, я тоже верю в лучшее, поэтому... Давай, дай мне, дай мне свою, концов в этой истории. Концов в этой истории, а Юля не верит в лучшее. Ну, слушай, уже пятидесятое обещание. Какое пятидесятое обещание? Вот ты за два дня хочешь, чтобы все изменилось. Так ты дай шанс тогда показать. Давайте устроим через неделю вечеринку, и ты увидишь и то. Концовка вашей истории на Доме-2 какая? А, концовка? Я бросаю пить, и мы женимся. Фоан. Фоан.